Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые дети старше 16 лет! Настало ваше время! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Волшебный день. По многим причинам нам интересно лишь одна. Мы подводим финансовые итоги этой недели. Я смотрю сейчас на моих очаровательных гостей. У них в глазах огромные итоги финансовой недели. Просто читаются. Просто блестят. Кстати, я представлю. Итак, сегодня в гостях Константин Комиссаров, начальник адрентического управления ЛОКО БАНК. Добрый вечер, Кость. Добрый вечер. И Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Добрый вечер, Миша. Здравствуйте. Ну что ж, гости уважаемые. Как настроение, прежде всего? Отлично. Отлично, конечно. Конечно, отлично. Это видно по вашим довольным физиономиям. Извините. Но это нормально. Финансовые итоги недели, в конце концов, действительно, они должны радовать в пятницу. Когда и не в пятницу порадоваться? Боже мой. Итак, уважаемые слушатели, сейчас мы начнем радоваться через некоторое время. Я напомню вам, у вас есть возможность приобщиться к этому процессу. Для этого вы звоните в студию по телефону 6510996, код Москвы 495. Либо радость свою обрекаете в письменном виде, фиксируете ее в письменном виде на сайте финанс.фм. Мы все это дело, естественно, читаем, озвучиваем и радуемся все вместе. Повторю, подводим финансовые итоги недели. Прежде всего, традиционная картина маслом. В Москве 1806. Итак, смотрим, что же происходит в эту знаменательную пятницу. Американцы открылись. Основные индикаторы фондового рынка. Индекс Доу Джонса 0,2% прибавляет в текущий момент. S&P 500 также радостно сегодня торгуется. 0,3%. Сырьевые рынки показывают сегодня благоприятное, благостное настроение. Brent забралась выше 111 уже. 111.39. Я вчера так, взмахнув рукой, сказал, что она не удержалась на 110. А сегодня вот забирается потихонечку. Итак, нефть марки Brent. 111.39 долларов за баррель. Текущая котировка. Light 93,5. Золото перехаяло сегодня неделю. 1786 в моменте за тройскую унцию. Ну, а индикатор рынка Forex сегодня, так сказать, достаточно волатилен, надо признаться. Но, в принципе, он никак не поймет, где же ему закрепиться все-таки выше 1.30 или ниже 1.30. Нет у него уверенности. Кстати, это очевидно как-то. Он ведет себя действительно неуверенно после того, что он делал на прошлой неделе. Там у него сомнений не было, мне виделось. Ну, и основной набор голубых фишек, основной набор наших бумаг сегодня также разнонаправлены. Есть некие интересные, наверное, динамика аэрофлота. Сегодня 2,5% он потерял. Обыкновенные акции Ростелекома прибавили почти 2%. 3% в минусе соорудит нефтегаз. Ну, в общем, все остальное более-менее. Вот такая вот картина маслом. Что ж, давайте начнем разговор о финансовых итогах недели. Прежде всего, прежде всего, меня интересует, уважаемые гости, такой вопрос. А финансовые итоги. Ну, опять-таки, наверное, будем вспоминать предыдущую неделю, потому что она во многом задала тон. Или она во многом стала причиной того, о чем мы сейчас будем говорить. Так вот, финансовые итоги недели. Это фиксация прибыли или это набор каких-то коротких позиций? Или, может быть, это позиция, имеется в виду наша позиция, да, наше отношение к рынку, как оставить и подождать, потому что будет дальше. Миш, как ты считаешь? Я думаю, что это нормальное явление. Знаете, такой есть поговорка «покупайте на слух, продавайте на фактах». Поэтому Q3 произошло, поросли один-два дня, был такой минераль. Прости, пожалуйста, да, уважаемые слушатели, я все-таки, мы тут за эфиром с Мишей общались по этому поводу, и все-таки я, он человек скромный, это понятно, я попросил его добавлять сегодня к своему выступлению фразу, которую не очень любят аналитики, да, ну и никто ее не любит, но она из уст его произвучит убедительно. Добавлять фразу «я же говорил», добавляй, пожалуйста, потому что действительно ты говорил, мы встречались, по-моему, месяц-полтора назад, да, мы говорили об ожиданиях, будет-не будет. Очень многие говорили, что не будет, я сам даже был очень сомневался в том, что Федрезерв решится, Миша говорит «будет», дальше мы говорили о динамике, да, Миша говорит «будет рост», и там уровни даже, по-моему, да, 1550 называл ты, ну, продолжай, не забывай тут. Да, действительно, я предполагал, что так будет, ну, в целом ожидания оправдались, мы, в общем-то, пробили 1500 пунктов, вполне уверенно, то, что мы сейчас видим, действительно, это идет некая консолидация, я бы не назвал это фиксацией, если брать итоги этой недели, опять же, по индексу ММВБ, то мы видим, что индекс закрывается по итогам недели фактически в ноль с небольшим минусом. Что мы видим по другим рынкам? Мы видели фиксацию в нефти, которая также произошла, которая росла перед QV3, мы видели пару евро-доллар, где произошла фиксация, мы видели европейские, американские рынки, где произошла тоже небольшая фиксация. Все это нормально, на мой взгляд, в случае, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые действительно невозможно прогнозировать на рынках, мы можем продолжить рост уже, наверное, к концу сентября и, вполне возможно, вплоть до президентских выборов в США. Слава Богу, конец сентября это уже в следующей неделе. Да, это следующая неделя, это конец, не надо забывать, что это конец квартала, поэтому в некоторых американских компаниях это фактически конец года, поэтому я думаю, что какая-то переоценка, перекладка, она может произойти, и, опять же, я считаю, что наш рынок, если брать определенные показатели, он даже на текущий момент является дешевым по отношению к другим рынкам, и потенциал роста он еще есть. Спасибо, спасибо. Хотя форс-мажори очень интересно заговорил, но чуть позже мы обсудим. Костя, у тебя какие мнения по поводу того, что происходило на этой неделе на рынке? Ну, у меня мнение, что после объявления QE3 был классический шорт-квист на рынке в пятницу, и, соответственно, мы видим, что... В пятницу предыдущей. Да, прошлой неделе, да, 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 и, соответственно, по сути, весь этот рост, он был нивелирован падением на этой неделе. Вот, собственно говоря, все, что происходит. Ну, в принципе, нивелирован падение. Все-таки мы уровней-то еще не увидели, начало прошлой недели, например. Ну, по многим бумагам весь вот этот ажиотажный рост пятницы, он был отыгран в другую сторону. Мы видели, что в пятницу прошлой недели были очень активные заходы в рынок, в основном лонг-терм фондов, которые были недогружены в бумаге. Ну, вот, получается, что как-то все вернулось обратно. Круги своя, как в таких случаях. Да. То есть, я так понимаю, твоя позиция такая, что... Ну, вот, может быть, да, еще раз упомянуть фразу известную, которую Миша уже произнес, покупай на слухах, продавай на фактах. Слухи отыграли, да, по факту мы вернулись, да, на прежний уровень, что было до... И начинаем с чистого листа, да, со следующей недели. Правильно я понимаю тебя? Ну, по сути, да. Чистого листа. И в этом случае что делает, ну, активный трейдер, спекулянт, если он забыл уже, ну, или, по крайней мере, говорит, что это уже за спиной осталось, да, все эти ожидания QE3, все эти разговоры вокруг. Что он делает, куда он смотрит, на что он смотрит теперь? Ну, мне сложно сказать, что делает активный спекулянт. Активный спекулянт может крутиться внутри дня по 10 раз. Принципиально я вижу, что американские рынки находятся практически на исторических хаях. До максимума в седьмого года S&P осталось около 5%. Соответственно, рынки нефти тоже находятся скорее ближе к историческим хаям, чем к низам. Индикаторы риска, наоборот, находятся, показывают, ну, большая склонность к риску я видел только в шестых-седьмых годах, чем сейчас. Соответственно, вся эта история, она выглядит очень опасно и в перспективе создает возможность очень сильной коррекции. Я, да, прицеплюсь к твоей фразе, она выглядит очень опасно в перспективе. Вот эта опасность, да, или, так сказать, толчком для коррекции, что может быть? Да, вы знаете, в условиях текущих рынков толчком для коррекции все что угодно может быть. Любой новостной фон можно развернуть в любую сторону, и толпа понесется именно за этим новостным фоном. Обратите внимание, позавчера началось падение цен на нефть, и тут же наступила паника на рынке. Да, да, очень интересно. Мы, кстати, наблюдали за этим в прямом эфире, как раз где-то во второй половине дня вся эта история началась. И долго искали в ленте новостей, я рылся, и никак не мог понять, а причина-то в чем? Причину никто не знает, на самом деле. Совершенно верно. Потом, правда, о саудитах что-то говорили, что вот там они объявили о том, что будут, значит, расширять. Я прошу прощения, мы прерываемся, послушаем сейчас новости, потом продолжим этот разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор. Мы подводим финансовые итоги недели. Сегодня в гостях Константин Комиссаров, начальник аналитического управления Локобанк, и Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Компания финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. И, если вы не возражаете, мы начнем вторую часть нашего разговора с вопроса. Наш слушатель Константин, ну, это вот в продолжении, наверное, того, о чем мы говорили до новостей, наш слушатель Константин выстраивает видеть у себя в голове взаимосвязи некие, корреляции. Но это нормально. И говорит он следующее. Будьте добры, прокомментируйте следующую логику. Пытается найти логику. Это правильно, Константин. Если предположить, что рост рынка иссяк, и рынок пойдет вниз, будет ли это означать удорожание доллара, так как глобальные инвесторы будут переходить к кэш? Миша, есть здесь логика? Логика есть, но, наверное, здесь это не логика, а это то, что происходит последние несколько лет. То есть последние несколько лет происходит... На самом деле, раньше было наоборот. Раньше, наоборот, было с точки зрения, что если было все плохо, народ покупал евро, и мы видели, что доллар снижался по отношению к евро. После 2008 года тенденция поменялась, и доллар стал валютой для инвесторов, которая считается менее рискованной. Поэтому в случае увеличения рисков мы видим, что именно доллар начинает дорожать по отношению к тому же евро. Поэтому я думаю, что логика есть. Ну, здесь, наверное, именно логика, исходящая из того, что если действительно будет что-то плохо, то да, инвесторы начнут продолжать покупать доллары. Ну, то есть, да. Костя, согласен ты? Абсолютно. Я понял. А теперь давайте поговорим о тех причинах, собственно, вот Костя уже начал до новостей об этом говорить, о тех причинах, которые могли бы заставить сейчас инвесторов начать продавать, выходить из риска, да, как мы называем, искать актив-убежище, которым, ну, наверняка, будет являться доллар США. Что логично. Каковы причины, Миша, как ты видишь? Ну, может быть, даже и форс-мажор какой-то. Это причина возможной коррекции вниз, но надо понимать. Отто разворота. Да, и на самом деле надо понимать элементарные вещи, что, да, естественно, есть всегда вариант вверх-вниз, но вариант вниз, это должно произойти что-то очень существенно плохое. Вот, и это тогда мы действительно идем сильно вниз. Если мы что-то ждем действительно, что может что-то нас на горизонте ждать плохое, мы действительно можем шортить, и играть среднесрочно шорт. Если мы очень плохого ничего не ждем, то, мне кажется, торговать против тренда – это самоубийство. Ну, попробуйте, и, соответственно, вы сами все это поймете. Тренд сейчас растущий. Если вы хотите попробовать пошортить, можете пошортить. Ну, давайте, опять же, посмотрим, что двигает рынки с 2009 года. Да, рынки движут ликвидность. Можно говорить, что рынки дорогие, рынки там переоценены, много всего, что можно говорить по поводу этого, но факт остается фактом. На текущий момент рынки движут эта ликвидность. Откуда берется ликвидность? Что мы видим? Мы видим СБ Китай. СБ Китай деньги печатает? Печатает. СБ Япония один из последних печатает? Печатает. ЕСБ печатает? Печатает. ФРС печатает? Печатает. Ну, извините за выражение. Понятно, что не все деньги пойдут, допустим, там на спекулятивные операции, но, тем не менее, вот эта ликвидность, она все равно приведет к тому, что мы увидим удорожание активов. Какие это будут активы? Это уже вариант второй. Здесь можно попрогнозировать, но, тем не менее, это идет однозначно к удорожанию активов. Я понял тебя. То есть, в принципе, да, мы опять-таки вспоминаем о пресловутом количестве смягчений, ну и, прежде всего, от Федрезерва, вот, и говорим о том, что поскольку денег много, все равно они пойдут на финансовые рынки, да, спекулятивные позиции какие-то. Часть денег, это совершенно правильно. А в реальный сектор пойдут они? В реальный сектор, ну, есть такая статистика, что из 2 миллиардов долларов, которые напечатал ФРС, ну, назовем это, напечатал ФРС, в реальную экономику пошло 500 миллионов, да, то есть это 25% от напечатанных денег. Много это или мало, можно здесь думать над этим вопросом, но, тем не менее, я считаю, что если какая-то часть денег пошла, это уже позитивно, и мы видим, что американская экономика сейчас выглядит лучше всех других экономик мира. Действенно это, как показала практика, действенно, потому что ЕЦБ мучилась 2 года и все равно пришло к тому же самому. Ну да, ничего нового не изобрело, в общем, да? Да. Хорошо. Давайте продолжим, порассуждаем. Костя, смотри, значит, мы сейчас говорим о том, что, да, Федрезерв прежде всего стимулирует развитие собственной экономики, вот, дешевой ликвидностью, при этом понятно, что он рассчитывает не на то, что, да, спекулянтам во благо он это делает, а он исследует определенные цели. Ну, и, в частности, вот, ситуацию на рынке труда, изменить, чтобы. Как теперь мы будем оценивать, насколько успешен вот этот, да, шаг Федрезерва? На что мы будем смотреть теперь? Ну, это, на самом деле, элементарно, достаточно посмотреть на баланс самого ФРС, на структуру вложения, на структуру банковских активов, если вы говорите про американскую, вы увидите очень интересные вещи. Вы увидите, что за последние пять лет доля кредитов, выданных, сократилась, примерно на восемь процентных пунктов, но зато очень сильно возросла доля депозитов ФРС и, соответственно, вложения в ценные бумаги. Кстати, большая иллюзия считать, что ФРС печатает деньги, это не совсем так. Происходит, по сути дела, привлечение денег с банковской системы через депозитные механизмы, и дальше на эти деньги проводятся все вот эти куя. Если вы посмотрите объем денег в обращении, то денежные агрегаты, они практически не менялись в последние три года. Но суть не в этом. Если отвечать на ваш вопрос, насколько успешна эта политика, то, по-моему, ответ очевиден. На сегодняшний день она реальной экономике не дает практически ничего. Да, может быть, без нее там штаты были бы в минусе по темпам роста ВВП, но согласитесь, при таком уровне долговой нагрузки на экономику, там полтора процента роста, они практически не решают ситуацию. Ну и вот в этой связи, на что нам посмотреть, на что будем обращать внимание, мы, я имею в виду, все участники рынка, инвесторы спекулят. То есть как понять теперь, что действительно, а, третий куе решает какие-то задачи поставить, либо нет, наоборот, он в холостую. Ну, смотрите, на первый куе было мощнейшее движение рынка, там порядка сорока процентов, и было понятно, потому что ФРС в моменте решил очень важную проблему ликвидности и прочее. Причем надо вспомнить, да, что первый куе был запущен аккурат после кризиса. Да, да. Второй выстрел уже был менее действенный, рынки выросли 15-20 процентов. Третий выстрел, он будет практически в никуда, скорее всего, на мой взгляд. Да, какие-то спекулятивные вещи видны, но вот даже по этой неделе вы видите, что все, что выросло, все упало. Вот и все. Кроме волатильности, скорее всего, это ничего не создаст. То есть речь идет о том, что участники рынка не очень верят в результативность этой операции, они заработали все, что могли. Ну, имеется в виду вот на этом, да, на ожидании они взяли все, что могли, а теперь они смотрят куда? На что? Ну, то знаете, это вопрос очень спорный, кто взял, кто не взял, судя по таким достаточно косвенным данным, брали-то как раз в пятницу, в прошлое. В прошлое, конечно. Да. Что на этом можно было заработать, у меня большие сомнения, потому что в целом рынок был underweight, на мой взгляд. Если мы говорим не про позиции мелких спекулянтов, которые никому не интересны, а про позиции... Мелкий спекулянт рынок не движет, поэтому в конечном итоге его не так позиции не интересны. Ну что ж, ладно, ладно. Значит, тогда, если не возражаете, все-таки мы подведем некие финансовые итоги недели, ушедшие недели. А потом, о некоторых перспективах, все-таки еще раз упомянем, что же в ближайшее время нам ждать, да, какие события, во-первых, ну и какие движения. Миш, о финансовых итогах. Ну, финансовые итоги недели, если подводить, то здесь, наверное, если брать российский рынок, я замечу, что наконец стали расти обороты, так как до этого действительно невозможно было торговать, их просто не было. Сейчас, ну, на этой неделе мы видим, обороты начинают расти, даже несмотря на то, что рынок фактически торгуется на минимальных волатильностях и фактически как таковых движений нет. Это, наверное, вот на этой... Извините, пожалуйста, здесь есть прямая связь, да? Вот то, о чем мы говорили только что, ну, имеется в виду количественные смягчения и повышение объемов торгов. Ну, наверное, инвесторы что-то ждали, соответственно, они чего-то дождались. Я, скажем так, думаю, что много инвесторов, которые сидели в кэше и ожидали действительно, что сигналы покупать или не покупать. Они дождались какого-то сигнала и решили купить акции по текущим значениям, я имею в виду российский фондовый рынок. Поэтому, наверное, из итог недели я бы выделил то, что это первая неделя после Q3, которая показала, что пока идет некая фиксация, кто-то перекладывается. Ну, тем не менее, я думаю, что обычно это просто из запуска Q3 проходит недели-полторы и уже мы видим то, насколько рынок реагирует на это позитивно, ну или негативно. Ну, то есть основной настрой пока позитивный, да? Основной настрой, что касается российского рынка, основной настрой здесь пока нейтральный, но весь позитив, я думаю, что начнет выливаться ближе уже к концу сентября и, соответственно, уже, наверное, в октябре. Костя, о финансовых итогах этой недели? Да, собственно говоря, тут добавить, наверное, особенно нечего. Все так и есть. Все так и есть, это очевидно, да? Ну, в принципе, да. Хорошо, давайте тогда, я как-то не могу вас разговорить сегодня, это связано с пятницей или у вас просто какие-то думы-думы эти сидите, посторонние. Тогда говорите о перспективах. Следующая неделя, конец, Миша правильно сказал, да, конец кварт. Кстати, сегодня мне, наверное, стоит упомянуть о том, что сегодня же экспирация, да, квартального... Нефти, а, ну, нефти было, да. На СИП, нет, наверное. Да, 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 американских. Это может как-то под закрытие что-то там добавить, нет, как вы думаете? Ну, я думаю, что ничего, навряд ли. Особенно, да. Да, скорее всего, если под экспирацию хотели тащить вверх, они бы это делали. Соответственно, если ничего не тащить, значит, текущие уровни, наверное, всех устраивают. И здесь важно, что будет после экспирации. Кстати говоря, да, мы действительно забыли такой фактор, что у нас произошла экспирация опционов. Это очень важное событие. Это важное. Давайте мы сейчас новости послушаем, а потом об этом поговорим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем нашу программу. На Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги недели. Ну, по большому счету, даже можно говорить уже, наверное, о итогах месяца. Осталась последняя неделя. В связи с этим сейчас мы и обсуждаем эту тему. В студии, напомню, Константин Комиссаров, начальник аналитического управления Локобанка, и Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Значит, мы сейчас продолжим. Я вот новости слушал пока про пятый айфон, да? Я открыл акции Apple, кстати. Вот перехай сегодня, 704 уже. Отлично надувается пузырь. Мы видели уже и в Ноке, и в Майкрософт. Нормально. Не, ну просто вот опять я к тому, да? Это, наверное, напрямую все-таки не связано с программой количества смягчений, да? Но насколько рынок, вот он в данном случае, насколько он однозначен, что ли, да? Ждали, ждали вот этого, да? И к этому вот, соответственно, пришли на новые уровни. Ожидание. Ожидание, да? Как они движут цены, даже несмотря на то, что очевидно. Ну, на самом деле, на мой взгляд, тут чуть другая история. В условиях достаточно большой неопределенности на рынке есть дефицит идей. Соответственно, когда появляется какая-то такая история типа Apple, да, собственно говоря, и Facebook показал, что люди готовы брать. А почему не срослось? Потому что очень дорого. Потому что безумно дорого, и, собственно говоря, любые компании с крайне высокими ожиданиями, заложенными в котировке, очень быстро падают. Как только эти ожидания не выполняются. Ну, тут еще, на мой взгляд, да, можно говорить о том, что все-таки Apple, он какой-то производит продукт, который можно руками потрогать, да, и, соответственно, сравнить с тем, что было. А что производит Facebook, вот не совсем понятно. Ничего не производит. Ничего не производит. Отсюда, наверное, эта проблема. Хорошо, хорошо. Ну, отвлеклись немножко, тем не менее, это интересно, действительно. Вот вам сигнал, вот вам, соответственно, торговое решение, да. Хотя выглядит оно забавно. Продолжим подводить финансовые итоги недели, хотя нет, вы подвели уже, все хорошо. Давайте говорить о гуспирациях, Миша, да, собственно, на этом мы прервались. Вспомним, да, с чем были, в том числе, выносы и прошлой недели связанные, да, ну, а сегодняшний бог с ним, ну, и, соответственно, закрытие месяца. Как может сказаться на... Ну, действительно, если инвесторы обратят внимание на графики, то они увидят, что именно 17-го числа, то есть понедельник, экспирация опционов, которая была, там фактически были максимальные значения. После экспирации, соответственно, уже пошла какая-то коррекция. Поэтому именно, что будет после экспирации американских фьючерсов, тоже очень интересно. Я думаю, что уже завтрашняя динамика, она может определить даже такой месячный, среднесрочный тренд после экспирации американских опционов, который там будет. Так что я у инвесторов, наверное, сейчас смотрел бы, как будут торговаться завтра американские, извиняюсь, понедельник, да, американские фьючерсы. Ну, то есть всегда, да, соответственно, время после экспирации, оно дает какой-то толчок, да, точку отчета оно дает. Ну, оно дает приблизительно возможность посмотреть направление, потому что многие действительно говорят, что американские акции, индексы сейчас находятся близки к историческим максимумам. Это не значит, что они будут еще дороже. Я, как всегда, говорю, что если дешевые, не значит, что будут еще дешевле. Так же, если дорогие, значит, не значит, что они будут еще дороже. Поэтому я думаю, что именно после экспирации мы посмотрим, куда смотрят американские инвесторы дальше. На что они настроены, да? Да. Кость, добавишь что-то? Ну, мы здесь говорим про очень короткие временные интервалы. Это немножко немой, как бы, конек. Я понял. Обсуждать, что будет там в течение одного дня, там внутри. Вот. Концептуально я бы, наверное, хотел сказать, что вот текущая ситуация, которая происходит на рынках, там, на американских, она очень напоминает ту картину, если уж возвращаться к графикам, что была в 60-х годах. То есть сложился определенный очень большой коридор, и сейчас индексы находятся близко к его верхней границе. Это не значит, что они не могут его достигнуть или не могут, это достаточно большой промежуток времени. Но надо понимать, что та скорость роста, которая была последние, там, годы, она, наверное, не совсем коррелирует с состоянием экономики. Может ли... Не совсем адекватно, да? В 2007 году ВВП США росло порядка 4%, и безработица была другая, да, начинался кризис, но, тем не менее, в него мало кто верил, даже Бернанке говорил, что максимум списания будет 25 миллиардов долларов, оказалось, полтора триллиона. И текущая ситуация, когда, по сути дела, весь мир находится в какой-то перманентной рецессии, а индексы стоят на исторических хаях. И пытаются подрасти еще. Ну, вот здесь вопрос, как бы, если спекулировать, да, наверное, всегда можно где-то что-то поймать внутри дня. Имеет ли смысл здесь открывать какие-то позиции на серьезные деньги? Я сомневаюсь, наверное, лучше ждать каких-то сильных коррекций, может, они будут там не в течение месяца-двух. Ну, практика последних лет показывает, что лучше войти один раз, но в правильной точке. И надолго. Чем каждый день внутри дня гонять туда-сюда. Ну, на самом деле, к этому каждый приходит, правильно? Попробую это, попробую это, что тебе комфортнее, что тебе больше денег приносит. Ну, как показывает практика, как раз, ожидая этого, все заходят или на максимумах, или выходят на минимумах. Ну, это такие хрестоматийные такие вещи, да, ошибки трейдинга. Кость, я, тем не менее, хотел бы уточнить. Вот смотри, исходя из твоей картины, да, которую ты сейчас представил, вполне она убедительна. Значит, какие торговые решения мы можем в данном случае озвучить? Покупать, наверное, нет смысла, потому что, действительно, вблизи исторических максимумов и ожидания продолжения роста, ну, какие адекватные ожидания, да, и не отсутствуют продолжения роста. Ну, вы должны понимать, что если вы покупаете, вы должны быть готовы достаточно быстро среагировать на изменения конъюнктуры. Опять-таки, все тут очень сильно зависит от размера позиции. По крайней мере, какие-то большие позиции я сейчас воздерживаюсь открывать и смотрю больше на какие-то там корпоративные истории, которые происходят. Может быть, какую-то часть в облигациях держать, вот какая-то такая, скорее, больше консервативная стратегия. Ну, а если, опять, исходя из твоей логики, да, рассчитывать в ближайшее время на глубокую коррекцию, я уж не говорю там о развороте. Есть смысл там сейчас сформировать короткие позиции, потихоньку заходить? Как ты думаешь? Шорт очень сложная ситуация, и, опять-таки, наверное, шорт лучше формировать не в ожидании какого-то падения, когда, ну, хотя бы что-то начнется уже. Иначе, ну, понимаете, если вы сформировали неправильно лонг, у вас всегда есть возможность пересидеть, если вы без плеча. Если вы сформировали неправильно шорт, вы его обязаны закрыть. Это железное правило. Хорошо. Отвлечемся ненадолго, а точнее, значит, переанитируем наш взгляд на вопросы. Есть вопрос, он достаточно длинный, да, достаточно длинный, я его прочту. Вот, он касаемо, ну, это точнее, наверное, вопрос не совсем, может быть, по теме, что ли, да, не совсем в профессию, а вот человек пытается овладеть знаниями некими, давайте ему поможем. Итак, Юрий спрашивает. Уважаемые аналитики, объясните мне, пожалуйста. Знаете, что он называет себя наивным провинциалом, это не суть важна, но, опять-таки, суть вопроса такая. Значит, какая-то организация, к примеру, говорит Юрий, решила стать акционерным обществом. Стоимость капитала оценена в определенной сумме, на эту сумму начнен выпукс акций, которые оказываются у акционеров. Я так понимаю, что эта организация успешна, если эта организация успешна, то и акции будут расти в цене, а если не успешна, то падать. То есть, рынок все должен расставить на свои места. Вопрос, почему кому-то разрешается производить дополнительные эмиссии акций? Ведь доля первых акционеров размывается, и стоимость прибыли у отдельного акционера будет падать. И так эти эмиссии будут делать до бесконечности. В общем, непонятно. Здесь все, на самом деле, очень просто. Нужно смотреть, для чего производятся эти эмиссии. Давайте, может, лучше на примере банка проиллюстрировать это проще. Сбербанк это эмиссия? Любого банка. Просто это актуально, поэтому... У Сбербанка не было дополнительной эмиссии, продавался существующий пакет. Опять-таки, в какой-то момент банк упирается в своем развитии, потому что на каждый выданный кредит он должен положить какую-то часть 10% в капитал. В какой-то момент у вас капитал заканчивается, и банк не может дальше расти. Соответственно, единственный вариант, который здесь происходит, это добавить денег в капитал, провести новую доп. эмиссию, чтобы на нее через мультипликатор, в российских реалиях он десятый, производить новые и новые кредиты. Примерно то же самое это ситуация. В какой-то степени компании нужны деньги на инвестиционную программу. Если она проведет доп. эмиссию, сделает какой-то проект, который увеличит акционерную стоимость в будущем, это будет плюс как для прошлых, так и для существующих акционеров. Но согласно законодательству, у существующих акционеров всегда есть право принудить преимущественного выкупа эмиссии. То есть, в конечном итоге, никто ничего не теряет, да? Если даже и акционер общества прибегает к дополнительной эмиссии. Не совсем так. Опять-таки, в условиях российских корпоративных реалий очень можно много привести истории, когда доп. эмиссии делались с целью размыть существующих акционеров. Здесь надо просто эти вещи разделять. Но это в основном истории такого достаточно глубокого третьего эшелона, но их тоже нельзя забывать. Я один раз столкнулся с историей, когда в сто раз пытались нас размыть. Вот бы были и такие случаи. Ну, в общем, ответом на вопрос Юрия будет традиционно. Будьте осторожны, доверяйте профессионалам, наверное. Миш, добавишь что-то? Ну, я бы сказал, что, в принципе, добавить, наверное, особо нечего. Действительно, что есть чистоплотные акционеры с нечистоплотными акционерами. Чистоплотные, соответственно, делают доп. эмиссию для развития компании, они нечистоплотные, делают для своего обогащения и размытия доли существующих акционеров. Ну, вот, наверное, я бы вот это только добавил. Хорошо, спасибо. Спасибо. На вопрос Юрия мы ответили. Давайте продолжим. Еще немного времени у нас есть до следующих новостей. Мы продолжим разговаривать о ближайших перспективах о рынках финансовых частностей, ну и российском в том числе. Значит, помимо закрытия квартала, на что мы будем ориентироваться в ближайшее время? Даже не в ближайшее время, в средний срок. Знаете, вообще российскому инвестору на самом деле не позавидуешь, потому что если брать, допустим, тот же европейский рынок и брать американский рынок, там более-менее все понятно, там есть какие-то правила. Что касается российского фондового рынка, то мы видим, что иногда идет какая-то раскрыляция, которая иногда непонятна. То есть мы видим, что американские рынки находятся на хаях. Даже Европа, которая в кризисе находится, ну если брать DAX, ближе к хаям. Также такие страны, как там Франция, да, у нас хорошо подрастает. Российский фондовый рынок на это не реагирует. Все здесь, наверное, причина прежде всего в том, что это в ликвидности. Мы видим, что в этом году, к сожалению, иностранные фонды больше выводят денег с нашего рынка и те фонды, которые торговали на нашем рынке больше 10 лет, они просто закрываются и вообще из России уходят. Это, к сожалению, это негативная тенденция. Можно здесь поспорить, сказывается это на рынках или нет, но статистика говорит и цифры, что это сказывается на рынках. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы в России действительно мы увидели, скажем так, динамику, напоминающую динамику на других рынках, наверное, должен, скажем, улучшиться инвестиционный климат. Ну это очевидно, да, чтобы деньги сюда пошли, да? Поэтому я думаю, что если, опять же, в ближайшее время нас не ждет никаких потрясений для инвестиционного российского именно климата, то, скорее всего, на мой взгляд, возможность быть выше текущих уровней до президентских выборов в США, она есть. Я понял. Что же, это хорошая тема, и тем не менее, мы сейчас вновь послушаем новости, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ, точнее, заканчиваем ее, осталось последние 12 минут. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев, и в студии, я напомню, Константин Комиссаров, начальник аналитического управления ЛОКО Банка, и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Собственно, мы пытаемся, да, в рамках последнего блока нашей программы некие давать уже, ну, если не рекомендации, то, по крайней мере, говорить о неких перспективах. Вот мы тут за эфиром договорились, на Мишиных плечах, да, кратко, среднесрочные перспективы. Костя смотрит в будущее, философский, причем он сейчас это делает, смотрит в будущее, он нам расскажет, что же ждать нам в долгосрочной. И я, кстати, вот, ты начал рассказывать, да, вот, есть корреляции, раскорреляции, рынок Российской Федерации там ходит не так, как его зарубежные, там, эти друзья, партнеры, старшие братья. А мне показалось, ну и чего, есть гораздо более простая корреляция, и, может быть, даже во многом упрощает нам с вами жизнь, если мы торгуем на отечественном рынке, смотрим на нефть, и все. Растет нефть, растет рынок, падает нефть, падает рынок. Не, не так? Не согласен. Не, нет, я-то, собственно, просто предложил свою точку зрения, наверняка она не очень правильная. Пример того, когда нефть стоила 125 долларов за марку Brent, точнее она тогда еще не стоила, она подрастала к этой отметке, это было в этом году, фондовый рынок уже не рос, и фондовый рынок по многим акциям уже пошел в коррекцию вниз. Поэтому... То есть он на опережение, как бы, да? Он не то, что на опережение, но я бы сказал так, что в определенной точке цены на нефть фондовый рынок на высокую цену на нефть уже просто не реагирует. Он реагирует... То есть есть такая точка все же? Действительно. Выше 120, получается? Ну, не выше 120, все зависит, опять же, именно от внутреннего состояния, наверное, ситуации в России. То есть вот в этом году, когда нефть приближалась к 125, она притом росла, фондовый рынок уже не рос, он по большей части стагнировал, или некоторые акции уже шли в этот момент вниз. Хотя цены на нефть находились тогда вот как раз близко к хаям и росли. Поэтому корреляция на фондовом рынке России, именно подчеркнув текущей ситуации, она наступает тогда, когда цены на нефть падают. Вот здесь тогда возникает корреляция. То есть если цены на нефть действительно падают, то мы видим, что фондовый рынок начинает снижаться очень сильно, и в какой-то момент в определенных точках цены на нефть он действительно начинает как срабатывать определенное стадное чувство, и действительно наш фондовый рынок начинает просто сыпаться. Поэтому именно в 2011-2012 году цены на нефть именно при снижении наш рынок действительно реагирует очень сильно. При росте наш рынок так сильно уже не реагирует вверх. В этом тоже, наверное, есть определенная специфика, что растем мы с трудом, а падаем мы весело. Причем для этого нужна только одна всего лишь причина. Хотя, с другой стороны, да, это тоже вещь достаточно известная, что рынки растут долго, нудно, для этого им нужно много всяких причин. А падают они раз и все. Паника, психология, слив воды называется. Это нормально. Хорошо, Кость, а к тебе вопрос. Ну, в этой же струе, а как рубль в данной ситуации коррелируется? С чем он коррелируется? Можно ли, в конечном итоге, если действительно, вот, Миша убедил меня, да, с отечно-фондовым рынком более сложные взаимосвязи, да, ну, с остальными активами, а с рублем, может быть, действительно однозначно. Растет нефть в цене, укрепляется рубль, да, а падает нефть. Ну, наверное, в какой-то длинной перспективе, да, такие зависимости наблюдаются. В коротких перспективах, временных интервалах мы видим, что это не всегда так. Причин здесь достаточно много. Это и игра ЦБ, поддержка, хотя сейчас она менее дозированная, да. Опять-таки, вот было повышение ставок ЦБ РФ, что сказал, сколько к креплению рубля. Ну, в некой такой долгосрочной перспективе, наверное, сейчас надо говорить о том, что все активы в мире, они двигаются в одном направлении. Единственное, они двигаются с разными бетами. Вот и все. Поэтому любой паник сел, он точно так же мировой. Везде он будет. Он будет везде, он будет сказываться, в том числе и на рубле. Любой уход в риск, это уход в том числе в рубль. Ну, что ж, более-менее, по крайней мере, выстраиваются взаимосвязи. Миш, давай продолжим. Итак, значит, у нас с тобой задача сейчас озвучить, ну, у тебя задача озвучить твое видение на ближайшую и-среднесрочную перспективу. Давай я так по времени попытаюсь определить. Ближайшие это будут, наверное, выборы, да, президентские. Там ничего более важного-то нет на этом временном отрезке. Ну, а средний срок пусть будет до конца года. Ну, мое мнение, что до президентских выборов мы постараемся быть выше текущих значений. Я думаю, что приблизительно уровни, они будут на уровне 1600-1650 пунктов по индексу МВБ. Сейчас мы консолидируемся на 1500, и я думаю, что в случае увеличения цены на нефть или хотя бы подходу к цене на нефть марки Brent к 115 долларов за баррель. Я думаю, что эта цена на нефть даст возможность нашему рынку расти. Что касается, опять же, цен на большинство наших акций, я продолжаю считать, что они дешевые, дешевые по многим показателям. Поэтому я думаю, что потенциал роста будет продолжаться. Расти будут акции, прежде всего, которые реагируют больше всего на ликвидность. Это акции металлургического сектора. В принципе, могут подрасти также существенно акции энергетического сектора, но здесь надо понимать, что есть определенные вмешательства со стороны государства, и эти риски надо тоже закладывать. Поэтому, если мы вот эти вмешательства пока в сторонку отодвинем, то, по идее, при новой ликвидности... То есть, если они не вмешаются, да? Да, то у нас энергетический сектор может также существенно подрасти. Из каких-то, наверное, наиболее ликвидных акций я бы выделил, наверное, акции Газпрома, которые могут также подрастать. Не рекомендую акции ВТБ. Не рекомендую? Не рекомендую акции ВТБ, сколько бы они ни стоили, не рекомендую их покупать. Наверное, если из банковского сектора, то покупайте сильные акции. Покупайте акции Сбербанка. Надо покупать сильные акции. Акции Сбербанка относятся к этим акциям. Вот, наверное, вот этот круг, который, в принципе, в случае благоприятного сценария, может так показать существенный рост именно до ноября. До декабря... Извините, пожалуйста, я правильно понимаю, да, что поскольку ты предполагаешь рост, ну, по сути, да, в большинстве позиций, то ты предполагаешь приток ликвидности все же на рынке. Я предполагаю приток ликвидности. Надо только понимать, что эта ликвидность, она, увы, она не будет дальносрочная. Она будет короткосрочной, спекулятивной. И та ликвидность, которая обычно на таких рынках, как российские, надувает пузыри. Поэтому после выборов в США я ожидаю какую-то коррекцию, коррекцию в пределах разумного. И, наверное, уже ближе к Рождеству католическому я ожидаю новую волну роста. И вполне возможно, у нас есть шанс закрыться приблизительно ближе к максимуму этого года. Это сколько там, тысяча? Это тысяча, наверное, чуть выше 1600. Ну, 1600-1650. Я понял. Ну что ж, ну что ж, картина вполне радужная, я бы сказал. Костя, давай посмотрим вдаль. Ну, на мой взгляд, я принципиально озвучил свою позицию, что рынки стоят, наверное, ближе к хаям, чем к низам. И, наверное, если у вас какие-то позиции есть, наверное, имеет смысл их потихоньку фиксировать. Имеет ли смысл открываться на текущих уровнях? Ну, тут есть определенные вопросы. Всегда это лучше делать после коррекции. В принципе, с... А она отобою как минимум ожидает? С мая месяца был рост на рынках. Тянулось все это на ожиданиях. Какие-то все события, все, что хорошее могло случиться, в принципе, случилось. Кстати, а что может плохого случиться? Оно же еще не случилось, собственно. Вы же сами сказали, что для того, чтобы рынком расти, нужна масса всяких причин, а для того, чтобы падать... Ну вот, вот, это да. Для того, чтобы падать, нужна одна. Может быть, даже, как потом окажется, и не совсем глобальная. Но, тем не менее, я хочу напомнить. В начале октября, через неделю, да, будет резюме тройки кредиторов по поводу Греции. Может, это взбудоражить рынок? Скажут, Греция не справляется. Ну, хотя она не справляется, скорее всего. Если вы заметите новостной фон последнего времени, то он начинает... Игнорировать? Нет, он начинает становиться очень позитивным, и все позитивнее. То же самое было... По еврозоне ты имеешь в виду? И по еврозоне, и по другим отраслям все то же самое у нас было в начале 2011 года. Только фон был ухудшающийся, все хуже и хуже. А сейчас все лучше и лучше. Сейчас по новостному фону уже даже можно определить, что фон больше выходит положительный. Это, кстати, очень важно на текущем рынке. То есть, как раз вот этого повода для того, чтобы, да, panic sale, да, какой... Я вам скажу больше. Различные события, которые произошли буквально за три недели, связаны с Испанией, связаны с Грецией. И рынки, поверьте мне, отреагировали бы сильно негативно. Но на текущий момент все сглаживается тем, что все будет хорошо, ничего плохого не произойдет. Это мы видим, что новостной фон, он уже поменялся в сторону положительного сценария. И вот лично для меня кризис еврозоны уже прошел вот эту точку. То есть, сейчас, на мой взгляд, будет идти восстановление. Все лучше и лучше, да? Да. То есть, уже позиция такая есть забавная, да, то инвесторы не замечают, да, отрицательных каких-то новостей, да, они только реагируют на положительные. Я понял. Значит, есть вопрос, давайте, времени не так много, если можно коротко, по поводу валютного пара вот в евро-долларе. Наш слушатель Виктор по этому поводу сильно переживает, я так понимаю. Не могли бы, господа эсперты, предъявить своим видением динамик евро-доллара? Ну, Костю Коженевского здесь, собственно, озвучивает, что тот рекомендует покупку евро против доллара, да. А вот наш слушатель говорит, что страшновато покупать, причем также страшновато покупать на максимумах, это логично. Какая твоя позиция? Ну, моя позиция, что к концу года вероятность, я, наверное, назову широкий диапазон, да, ты понимаешь, что это волатильность 1.30, 1.35. 1.30, ну, сейчас мы на 1.30, собственно, осталось немножко. Ну, и ради чего тогда? Да-да-да, покупать, да? Ну, 500 пунктов, это нормально, при плече, который обещают, это, может быть, неплохие деньги. А у тебя какая цифра? Я не занимаюсь прогнозированием валютных курсов. Это правильно, и вообще не занимаюсь. Это бессмысленное занятие, поверьте мне. Верю, верю. Ну что, друзья мои, время заканчивается, я благодарю моих гостей, еще раз напомню, Константин Комиссаров, Михаил Молдов, огромное вам спасибо. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Пятница завершилась, пока что это все позитивно, но, думаю, позитивно будет и дальше. Традиционно, спасибо за внимание еще раз, успехов на рынках. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.